А перед началом этого видео, дорогой друг, не днись, поставь большой пальчик вверх под этим видео, потому что это помогает мне в выпуске роликов каждый день по этой террории. Так что оставайтесь с нами, весело, хорошо. Поехали. Для начала мы заходим, как ни странно, в Steam и находим T-Mod Polder. Нажимаем Enter. И здесь нажимаем кнопочку Установить. Скачать, Установить. Да, ребятки. Нажимаем Далее, соглашаясь, устанавливайте, как обычно, стимовскую игру, бесплатную. Чтобы она у вас установилась, T-Mod Loader, вам нужно уже скачать и установить террарию, естественно. Дальше в библиотеке проверяем. T-Mod Loader, ты где? Отлично. Нажимаем кнопочку Играть, ждем несколько секунд. Здесь выбираем наш язык, с которым мы будем работать, например, русский. Нажимаем ОК. Важный момент, здесь нет ваших персонажей. Чтобы их вернуть из оригинальной террарии, делаем следующим образом. Дальше на вашей Windows надо открыть такую папку, бла-бла-бла, юзерс, ваше имя, дальше документы. В моих документах находим мои игры. Находим террарию. Находим игроки. Копируем игроков, которые здесь есть. Все, просто копируем. Нафиг. Заходим в папку Mod Loader. Здесь находим игроки. Сюда вставляем наших игроков. Теперь мы сможем играть с модами и с нашими привычными персонажами. Но мне этого мало. Я хочу еще скопировать все миры. Для этого находим папку World. Копируем ворлды. Возвращаемся в Mod Loader. И здесь, по идее, должны быть миры. Давайте попробуем создать любой мир. А почему я не могу играть? Дальше. Находим папку World. В папке террарию. Копируем эту папку World. Где это? Просто копируем. Ctrl-C, Ctrl-C. Ну, вы понимаете смысл. И вставляем все это в Mod Loader. Папку World. Да, и если нас спрашивают совместить ли эти папки, мы соглашаемся. Так, проверяем, что у нас получилось. Миры ваши имеют расширение бла-бла-бла в VLD. Теперь я могу зайти. Здесь выбираем наш язык, с которым мы будем работать. Например, русский. Нажимаем ОК. Здесь же важный момент. Вы можете заново зайти в настройки, поменять видео и громкость. Потому что по умолчанию настройки звука и видео в T-Mod Loader отличаются от вашего оригинальной террарии. То есть вам их заново надо будет все настроить, как вы любите. Ладно, в моем игроке давайте попробуем Герона. И у нас не запускаются наши персонажи из террарии. Давайте перезагрузим. В принципе, T-Mod Loader пока что забагованный. Но вот как он работает. То есть все перенесенные персонажи у меня не работают. Это баг. Тем не менее, давайте посмотрим, как устанавливается модификация. Мода устанавливается через браузер модов. Через главное меню. Опять-таки, не все моды здесь пока что работалось. Я нажал кнопку перезагрузить список модов. Все заработало. Ну, допустим, это скачать. Каламити. После того, как процесс установки прошел, вы можете нажать кнопочку назад. Дождаться, пока его произойдет инициализация этого говна. Теперь давайте тестировать. Да, мои старые персонажи не работают. Грусть, печаль просто. Так, в старый мир я тоже не смог зайти. Окей, тогда придется новый мир создавать. Давайте маленький, тест обычный. Название мира подтвердить. Так, друзья мои, я нашел каких-то необычных врагов. Значит, мод работает. Какие-то непонятных дронов. Значит, я зашел по адресу, что называется. Инвентарь, кстати. Дешевые мои террари, а также майнкрафт на сайте heroonshop.ru. Все ссылки в описании. Жду вас там. Вот это я благодарю за просмотр, за подписку, лайк. Если вы здесь впервые, не забывайте подписываться. Ставьте большой пальчик вверх под этим видео, потому что роликов будет еще с этим террарией очень много. До встречи.